Девушки отдыхают Лежать! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот так вот люди квартиры получают, детей рожают Ливон Зурабович, я вам просто удивляюсь Как вы так сидите и ничего не делаете? Так и вы не волнуйтесь, Шанна Аркадьевна По заключению комиссии виновны сами погибшие Грубо нарушили правила техники безопасности Их семьи удовлетворены денежными компенсациями Конфликт исчерпан, производство восстанавливается Ваш муж все очень грамотно уладил Да А зачем тогда он меня здесь оставил? Ну, я точно не знаю Но, по-моему, вы сами захотели здесь задержаться С одноклассницами, с друзьями детства, пообщаться Ну да Ну то есть я могу не волноваться? Ну конечно Я же здесь Что это, бандитская пуля? Нет, это моль поела Сам ты моль И не русская Да ладно Паш, ты уже говорил, что вчера Жанна заходила? А что говорить, она же не ко мне, она к Кате приходила Жаловаться Опять у нее какие-то там заморочки на заводе Что? Такие, как три года назад? Да нет Там авария какая-то произошла Люди погибли Переживай Захожу я вчера, значит, за к Пашке Ну, за разводным ключом Смотрю А там Жанна сидит, грустная такая Она веселее была, когда ее командир из злодейского плена спасал Конечно Он же ее с того света вытащил Чего же и грустить, когда там было Спас и спас Че такого-то? Да ничего Ну, целый километр на руках принести Старший лейтенант А вы это куда? Товарищ майор, разрешите, я в бухгалтерию сбегаю На минутку Сбегайте Гена Кто тебя сейчас за язык тянул? Ну, а че Гена? Ничего, шей Белошвей Я работаю на вас не первый год Вы знаете, я профессионал Вы даете мне четко сформулированную задачу И я ее четко выполняю Задание было Аварию на заводе замаскировать под несчастный случай Я замаскировал Сказали бы, разнеси его к чертовой матери Я бы разнес Но вы сказали Так хорошо, майор Понятно Никто не виноват Мы думали, так получилось, как всегда То есть, остановить завод надолго, как мы предполагали Не получилось Так надо было взять два вагона взрывчатки и... Только давайте без этих ваших И Условия, Семен Евгеньевич, остаются прежними Акция должна быть замаскирована под техногенную катастрофу Давайте думать вместе Да вы сколько угодно можете думать Но лучше, чем это придумала советская диверсионная школа Вы не придумаете Два вагона взрывчатки и... Не обязательно На какой срок вам необходимо остановить завод? Не менее, чем на полгода за это время Мы успеем захватить весь рынок Но опять же, Семен Евгеньевич Это не должно выглядеть откровенной диверсией Со стороны... Конкурентов Но тогда мне понадобится Всего лишь пять бочек ретинола И всего лишь два ящика взрывчатки Сам черт потом не поймет Отчего на заводе сдетонировало хранилище реагентов Хорошо Готовьте вашу акцию А я попытаюсь мирным способом остановить завод Все-таки хотелось бы избежать излишнего шума А вот это правильно Последствия силовых акций труднопредсказуемы Мирных тоже Но я надеюсь, гонорар я получу в любом случае Безусловно Да, Витюш Завод работает в нормальном режиме Ну, может, я еще побуду здесь денек-другой Рабочих успокою Пускай они видят, что я здесь Что мы тоже переживаем Хорошо Я тебя целую Пока Разрешите? Прошу вас, проходите Компания Гамма Плюс, если... Совершенно верно Позвольте представиться Сергей Георгиевич Витте О, тезка графа Витте Я не только тезка, я его прямой потомок И назван в честь моего предка, знаменитого Сергея Юльевича Что служил при Александре Третьем Миротворце При Николае Втором, простите, кровавом Извините, обратите внимание Наш фамильный герб Да-да, я вижу Прошу вас, граф, присаживайтесь Благодарю вас Предок ваш, насколько я помню, был министром финансов Не только, это вообще... Эм... Персона была выдающаяся А вот моя бабушка Простите, была совершенно другое дело Уважаемый граф Да Про предков вы будете рассказывать своим внукам А со мной вы будете говорить исключительно о деле Для которого вас сюда пригласили Это понятно? Ну... Ну, в общем-то, да Как скажете Со мной вы больше видеться не должны Я вас сам найду Если надо будет А главное запомните Никто и никогда не должен знать, кто вас нанял Это понятно? Конечно, конечно Я поэтому для каждой новой операции новую фирму создаю Вот и хорошо Идите, работайте Позвольте откланяться, господа Рад был познакомиться Надеюсь, что и нас Знакомство с вами в скором времени Также порадует Несомненно Несомненно Клоун какой-то Франт лощеный Кто такой? Он, как и вы, Николай Очень хороший специалист Только в другой области Поэтому приготовьтесь ему всячески помогать Главное, не надо Светиться Вот как сейчас, например Ты чего, вперся? Без разрешения Тебя кто звал? Может, этот клоун вообще не должен был нас видеть вместе? Так вы тогда предупреждайте, чтобы я прятался Не вы предупреждайте А ты каждый раз Должен спрашивать Можно тебе впереться ко мне в кабинет Или нет? Это понятно? Понял Виноват Молот И справлюсь А ты чего вообще хотел-то? Что надо было? Хотел спросить Не надо ли чего? Надо будет Я тебя сам позову Иди уже Я вас уверяю, Анна Николаевна Сумма компенсации, которую администрация завода Выплатила за вашего погибшего мужа Очень сильно занижена Она просто смехотворно низкая Плюс к этому Ваш муж и его товарищи Вечная им память Не нарушали правил техники безопасности Хозяева просто элементарно стараются сделать из них стрелочников Вы меня понимаете, Анна Николаевна? Да, я вас понимаю Но что я могу сделать? Меня никто не будет слушать Потом Я не знаю, куда нужно идти Кому обращаться? Я вам помогу Ну, во-первых, нужно обратиться на телевидение Оно сейчас очень сильно помогает добиться справедливости Потом написать заявление в прокуратуру О повторной проверке обстоятельств аварии Я вам все продиктую И адреса все напишу А потом расскажу, что говорить И делать дальше Выводы комиссии, изучавшие обстоятельства трагедии Судя по всему, не вполне достоверны И требуют тщательной проверки Рабочие рассказали нам, что на заводе Не соблюдаются многие технологические предписания Однако это старательно скрывается Как владельцами, так и администрацией предприятия Да, я слушаю Как-то через задницу вы дело ведете Надо было сначала народ спуторажить А потом уже в прессе шум поднимать Где ты взял этого, Витте? Он нам всю операцию случайно не завалит? У Витте очень хороший послужной список Он не один десяток предприятий развалил Но в случае чего у нас есть и силовой вариант остановки завода Только в крайнем случае И только по моему приказу Я понял Все, конец связи Следственная бригада прокуратуры Мы к генеральному директору Да-да, я сейчас предупрежу А вот это не надо Никуда не звоните Сидите тихо и ни с кем не соединяйте Ясно? Ясно Мне с вахты сообщили о вашем приходе В чем, собственно, дело? Мы должны провести дополнительные следственные мероприятия По делу гибели работников вашего предприятия Ничего не понимаю Дело же прекращено из-за отсутствия состава преступления Его возобновили В связи с вновь открывшимися обстоятельствами Что за обстоятельства? Почему я о них ничего не знаю? Они скрывались Владельцами предприятия А теперь у меня к вам несколько вопросов Мы будем здесь говорить? Или в вашем кабинете? Ну что ж, проходите Но я должен уведомить о вашем визите совет директоров А это сколько угодно Нам это не помешает Никого не впускать А между прочим, вот у нас заявление родственников погибших С просьбой о повторном выяснении обстоятельств трагедии Прошу ознакомиться Вы поймите, Жанна Аркадьевна Мы сотрудники гостехнадзора И наша работа заключается в том Чтобы проводить доскональные проверки А в вашем случае Конкретно в вашем случае Одной проверки оказалось недостаточно Чтобы сделать окончательные выводы Нет, ну подождите Здесь все с ног на голову перевернуто Ну ты, для того мы и приехали Чтобы во всем разобраться Вы уже разобрались Почему опять все сначала? Да потому, уважаемая Что у вас здесь люди погибли При невыясненных обстоятельствах И наша задача еще раз разобраться Во всем более досконально А бывают случаи, когда и после третьей проверки Выясняются новые обстоятельства В том числе и халатные отношения Со стороны администрации завода А это на секундочку Может быть уже и уголовная статья Так где вы говорите Трагедия-то произошла? Вот, где-то здесь Где-то здесь Все, спасибо огромное, Жанна Аркадьевна Что проводили? Мы вас более не задерживаем Всего доброго Всего доброго До свидания До свидания Алло, Витюш Витюш, ну я вот как чувствовала Что мне нужно здесь остаться? Хотя я думаю, что и тебе стоит приехать Здесь следователи опять что-то копают Гостехнадзор комиссию прислал Басаладзе мне уже звонил Ничего они не накопают Потому что на заводе у нас все в порядке Понимаешь, в порядке Я приехать не могу У меня здесь в Москве дела посерьезней А про передачу местного телевидения Тебе Басаладзе рассказывал? Я сама не видела, но мне секретарша говорила Басаладзе держит меня в курсе Жанна, я понимаю Ты волнуешься, хочешь мне помочь Ну я тебя прошу Не дергай меня сейчас Звони только по делу Или вообще не звони Я и без тебя все знаю Ты хотела там с одноклассницами встретиться? Вот давай, туси А на заводе у меня Басаладзе Он зарплату получает Вот пусть и звонит, понятно? Ну понятно Чего ж тут непонятного? Ты меня всю жизнь за дуру держишь А между прочим, в прошлый раз Я твой завод спасла чуть ли не ценой собственной жизни Так, началось Все, я занят Интересно Тяжелая зараза Вы бы в кузо песка побольше насыпали А то на кочку, не дай бог, нарветесь Беда будет В радиусе ста километров Все разнесет Ладно, иди, не каркай Сам знаю Это вроде последний Давай, давай Войдите Привет Добрый вечер Это Валера Валерий Сергеевич Сергеевич Он, в отличие от меня, в курсе всех этих Юридических заморочек Присаживайтесь Давай Ага, спасибо Валерий? Да просто Валера зовите Все, вот Угощайтесь А, не-не-не, спасибо Меня дома семья ждет к ужину Вы мне лучше давайте вкратце Расскажите, что у вас там на заводе-то происходит Вкратце Была авария Погибли люди Не, ну это я знаю Что дальше-то было? А дальше Когда как будто бы все успокоилось И мой муж уехал в Москву Началось самое интересное Рабущие стали какие-то грязные кляузы писать Телевидение с утра до вечера грязью поливает Прокуратура дело возобновила Технадзор наехал Не, ну все понятно Картина знакомая Судя по всему На вашем заводе готовится новый рейдерский захват Вас просто хотят либо конкуренты все захватить Либо просто банально уничтожить Нет, ну захватить я еще понимаю А уничтожать-то его зачем? Ну как зачем? Так легче избавиться от конкурентов И стать на рынке монополистом Все просто А где же тогда все эти маски шоу? Почему меня силы с завода не утаскивают? Ну как тогда, три года назад? Буров, скажи! А? Он в курсе? Да я в курсе Просто Жанна Аркадьевна, вы понимаете Время, оно не стоит на месте Оно как бы стремится Вперед, все И рейдеры, они тоже, знаете ли Они стали тоньше действовать Они грамотно сейчас Ищут дырки в законодательстве Они подкупают средства массовой информации Они используют административные ресурсы Они там, ой, что только они И что теперь делать? Что делать? Ну я вам расскажу, что делать Нужно действовать согласно поговорке Против лома нет приема, если нет второго лома Понимаете, да? То есть вам надо нанимать высококлассного юриста Так называемого антирейдера Понимаете, да? Что еще делать? Ну и подкупать То есть То есть подключать Административный ресурс Который будет более мощным Чем у Ваших этих Как их Конкурентов Понимаете? Ой, че я тебе сижу Меня ж там дома на ужин-то ждут Все, извините Спасибо, Валя С вашего позволения Было приятно познакомиться До свидания Ну, как-то так Я ничего не понимаю Саш Я прошу тебя Помоги мне Ну, а я что делаю? Ну, я не это имела ввиду Саш Не так одиноко Прости Прости, прости, прости Сейчас Жан Я тебя умоляю Все будет нормально Кошечку себе завел Ну, ты, я тоже так помню Немножко замужем Я всю жизнь была замужем Раньше тебя это почему-то не смущало Слушай, меня что-то срубает После суточного дежурства Пойду я отосплюсь А ты мужу позвони Скажи, что день-два И он может Без завода остаться Ах Ну, как-то так Черт Буров Ну, ты где? Я соскучилась Можно я к тебе приеду? Нет, я не дома А где ты? В гостинице у любовницы Еле вырвался от нее Алло, Кать Слушай, ты не знаешь, где Саша? Нет, Леночка, нет его И не было сегодня Пашка спать уже лег Да и Саня спит уже Отсыпается после суток Че наколготиться-то, ей-богу? Нет дать человеку выспаться-то? Нет, звяк-звяк, звяк-звяк Так она ходила к нему домой Звонила, нет его там Да ну вас Леночка, сейчас Сейчас я выйду, подожди Ящики грузите в багажник Оружие под сидение Разбирайте Дай, держи Держи Теперь Осторожно, на брезент ставьте Я эти калаши пока Тоже в багажник положу Да, Жанна, я все понял Я срочно приму все меры Чтобы спасти ситуацию Нет, приехать я не смогу Ведь такого специалиста Я смогу найти только здесь, в Москве И административный ресурс у меня весь здесь Жанна, поэтому я тебя очень прошу Ты там продержись какое-то время Хорошо? Я знаю, ты сможешь Разрешите? Не разрешаю Буров Вот скажи мне, Буров Ты к прежнему начальнику ГВД Через голову его заместителей ходил? Ну я же не каждый день Я в исключительных случаях Ты давай отвыкай от этой привычки Иди сначала к Махнову, а потом ко мне придешь Да потом поздно будет, Василий Петрович Махнов же, как всегда, начнет А какие у вас доказательства, товарищ Буров? А у меня нет доказательств У меня только чутье и интуиция И я чувствую, что злодеи что-то затевают Вокруг завода химических реактивов И что добром это не кончится А вот я чувствую, Буров Что ты меня хочешь в неудобную позу поставить Ладно, садись Есть Вот ты мне скажи При чем тут ты, мы, я и химзавод? Здесь и вы, и я, и мы, и все при чем? Весь город при чем? Потому что когда его строили Он еще химзаводом не был И цеха поставили, аккурат Над коллектором городской канализации И сегодня, случись чего, любая малейшая утечка Всему городу хана придет Так это значит что? Терроризмом попахивают, да? Ну, как-то так Так это тогда, ФСБ Да был я у них Ну, я неофициально Да, и чего они? Посоветовали к вам идти Вы че? Че? Че же опять-то ко мне? Ну, чтобы вы были в курсе, так сказать На всякий случай готовы Ко всяким неожиданностям Да я всегда готов ко всяким неожиданностям Вот ты мне, Буров, скажи Че ты от меня хочешь, а? Ничего, я просто Зашел предупредить Чтобы вы Василий Петрович, меня интуиция еще никогда не подводила Все, Буров, зашел Предупредил Иди Есть Так, подождите Какие люди? Что, прямо у проходной? Рабочие идут на завод, а их кто-то агитирует? А Басаладзе, вы звонили? Хорошо, я сейчас приеду Уважаемые представители завода Мы знаем, что многие из вас являются Собственниками большого количества акций этого завода Которые лежат у вас дома Бесполезными бумажками Мы не хотим покупать у вас эти акции Мы хотим, чтобы эти акции стали приносить вам прибыль Разумеется, мы тоже хотим заработать Но для нас важнее, чтобы вы стали зарабатывать Потому что, если вы не будете зарабатывать То и у нас не будет прибыли И вам, да, пожалуйста Если вы отдадите свои акции В доверительное управление нашему предприятию Мы немедленно начнем модернизацию производства Чтобы ваши товарищи не гибли от устаревшего оборудования Построим детский сад Мы родим, родим, и вашими нынешними хозяевами Букле правило Ливон Зурабович Да Вы что-нибудь понимаете? Какие-то агитаторы, какая-то гамма-плюс Жанна Аркадьевна, я сам ничего не понимаю Бред какой-то Завод на грани банкротства Но наши управленцы знают, как спасти вас от неминуемой катастрофы Для этого нам нужна... Да, я слушаю Что? Я понял А мы знаем, как правильно распоряжаться вашими акциями, чтобы они и нам, и вам приносили прибыль Кто вы такие? Что вы здесь делаете? Немедленно прекратите, я сейчас полицию вызову Я такой же собственник этого завода, как и вы У меня акции пол чемодана Дома пылятся И что я с них имею? А вы на таких машинах разъезжаете Человек правду говорит Нас полицией Да, правду И не мешайте Не испугай, у нас все законно А вот к вам нужно вызвать полицию Правильно, не вызывайте Лена, где Васаладзе? Я не могу до него дозвониться, куда он исчез? Сейчас, сейчас, вы не переживайте, Жанна Аркадьевна, я его сейчас найду Муж найдите, пожалуйста Это вы мне звонили? Да, я Где моя семья? Что с ней? Не волнуйтесь Мне только что звонили, с ними все в порядке Пока Что это значит? Пока Пока вы ведете себя правильно Это ваша машина? Да, моя Почему она здесь? Она же была на стоянке Была Зачем? Зачем вы все это делаете? Для убедительности Подпишите вот эту вот бумагу И исчезните на месяц из города И тогда я отдам вам пульт от машины вашей жены Она ведь как раз сейчас забирает детей из школы Мне правильно сообщили? Да, Витюш, я записала Я завтра встречу его в аэропорту Правда, я не знаю, дожиу ли до завтрашнего утра Леночка, здравствуйте О, чудесно выглядите А что вы такая перепуганная? А вы к Ливону Зурабовичу? Его нет А я знаю, Леночка, знаю А он мне, собственно говоря, и не нужен Жанна Аркадьевна Я к вам Вы просили рассказать, кто мы такие И вот я пришел Извините, Леночка, Басаладзе нашелся? Нет Я прошу прощения, что я вмешиваюсь Но Ливон Зурабович В ближайшее время вряд ли появится Простите, а я не понимаю Кто вы такой и почему вы говорите от имени Басаладзе? Позвольте представиться Я все равно не понимаю Ну, дело в том, что уважаемый Ливон Зурабович Срочно отбыл в отпуск А меня оставил исполняющим обязанности На время своего отсутствия Вот, извольте видеть Приказ Подпись, печать Все как положено Так что Позвольте мне Пройти в кабинет И приступить к исполнению обязанностей Согласно приказу Вашего же генерального директора Здесь, что ли? Да, здесь Всем оправиться И спать Начало движения В 7-0-0 До 8-ми должны проскочить Подъезды к городу У ГАИ в это время Пересменка Валерий Васильевич А вы уверены, что все получится? Жанна Аркадьевна Я более чем уверен Именно поэтому Мои услуги стоят Очень недешево Но ваш муж Не поскупился Впрочем, это не главное А что главное? А главное то Что я не понаслышке Знаком с методами работы Господина Витта И можете быть Абсолютно уверены Жанна Аркадьевна Я решу вашу проблему Вот уроды Пьяных трактористов Они здесь отлавливают Что ли? Инспектор ДПС Капитан Кирилл Документики можно посмотреть? Пожалуйста Бабулька-то хоть жива? Какая бабулька? У вас доверенность просрочена Вчера срок истек А хозяйке машины по документам 80 лет Что делать будем? Если виноват Готов искупить Хорошо Почему едем Окольными дорогами? Что везем? На свадьбу едем Пиротехнику везем Пиротехнику Очень интересно Показывайте Ну что за люди Все им посмотреть Для всего докопаться Да тошный ты, командир Ведь оно ни тебе Ни мне не надо Ну смотри Опа Посадите их в машину Как будто спят Ага Давай зарки Взял Потащили Аккуратно Смолился Пошли Так нормально Ну все Аккуратно Валим Сидят и сидят Пошли Давай жених Поехали Документики изучаем Ничего если мы вас Немножечко отличим Вот познакомьтесь Это юрист моего мужа Прилетел сегодня из Москвы Позвольте узнать Зачем? Что значит зачем? Раз муж прислал Значит нужно Жанна Аркадьевна Вы не могли бы оставить нас С господином Вита Наедине С какой это стати? Простите Валерий Васильевич Но пока что еще я здесь Хозяйка Конечно вы Но давайте договоримся Жанна Аркадьевна Пока я здесь Вы будете выполнять Все мои указания Иначе я не смогу Выполнить свою работу Ну если так нужно Ну что ж Здравствуйте дорогой коллега Давненько мы с вами Не пересекались Давненько Как я рад Я тоже очень-очень рад Андрюха есть пошли Дуй Ну поживи ты Ох не вовремя Ты появился здесь Валерочка Ох не вовремя Мне бы только неделю И я бы этот заводик отжал А потом и самого Господина Родионова Окончательно закопал бы Никакой недельки Я вам не дам Я должен отработать Свой гонорар Да Я бы на твоем месте Тоже Наверное так же Без лишних сантиментов Несмотря на то Что я твой учитель Вот именно Вот именно Вы же меня этому и учили Никогда никому никакой жалости Иначе этим делом ничего не заработаешь Так что, уважаемый Сергей Георгиевич Готовьтесь к суду На котором вы можете схлопотать лет Этак Десять Помилуйте Валерочка За что же? За мошенничество в особо крупных размерах Свидетели-то у меня вон Ползавода Рабочих на свою сторону переманить я смогу Так же, как и вы Даже Извините, лучше Да Страшен тот ученик Который превзошел своего учителя Так что, я даю вам последний шанс Сохранить свободу и свое лицо Звоните вашим работодателям Объясняйте ситуацию Родионов предпринял Действенные контрмеры Подключив правительственные ресурсы В этой ситуации Вы им советуете От завода отступиться Я надеюсь За звонок они вас не убьют Ах, Валерочка, не знаю, не знаю Алло У меня тут форс-мажорные обстоятельства Хорошо, я все понял Напоите его пока чаем Я вам сейчас перезвоню Алло У меня тут Форс-мажорные обстоятельства Что они вам сказали? Валера, они подозрительно Спокойно отнеслись к вашему предложению Здесь что-то не так Такие люди так не проигрывают Так они согласились или нет? Сказали, сейчас перезвонят Валера, чаю хотите? Да Взял Записываю Да Записал А что мне передать человеку Родионова? Понял Полера Веришь или нет, я В первый раз не понимаю, что здесь происходит Тогда или нет, что они сказали вам делать? Они сказали выписать транспортный пропуск Отнести на ворота и идти На три буквы А вам пожелали успехов И самое странное в сегодняшней сводке, товарищ генерал Двух инспекторов ДПС нашли убитыми на так называемой пьяной дороге По которой местные в Сельмак за добавкой ездят Да? Ну и что в этом странного? Что? На здешних дачах не хватает пьяных отморозков, что ли? Да хватает, Василий Петрович, но Из-за обстоятельств убийства следует, что инспектора нарвались на кого-то очень серьезного Случайно Но согласитесь, чтобы пойти на убийство двоих полицейских Нужны весьма веские причины, так? Труп в багажнике, крупная партия оружия или наркоты, или вообще все сразу Как это? Ну как? Как это часто на Кавказе бывает Едут вооруженные до зубов террористы, обдолбанные И везут в багажнике ящик взрывчатки И тут на пустынной дороге их останавливает пост ДПС Ну и... и все Ну, ваххабиты до нашего города вряд ли доберутся Да и что тут делать террористам? У нас нет ни плотины, ни атомной станции Только и слышишь вокруг Террористы, террористы Ёкарный бабай Ну-ка, Бурова мне на связь! Быстро! Есть Аккуратно там! Не задей станину! Я вижу! Ящики вниз! Вот туда! Установки очистки! Не торопись! В центре опускай! Алло! Буров! Отвязывай! Я аккуратно в центру цеха! Сначала маленькие! Прямо, прямо опускай! Потом большую! По малу, по малу! Так, встали! Не волнуйтесь, Жанна Аркадьевна, мы уже подъезжаем А в чем, собственно, суть проблемы, командир? Последняя информация Слушать всем Обычно ядовитые химикаты, необходимые для производства На заводе складируют в специальном защищенном месте А сейчас Какие-то люди Завозят их в цех Аккурат под которым Проходит коллектор Городской канализации А мы, как всегда, спасаем человеческую цивилизацию Если в результате, так сказать, непредумышленной аварии Спровоцировать разлив химикатов Это может привести К реальной катастрофе С непредсказуемым количеством жертв Расклад понятен Стрелять только в случае крайней необходимости И только прицельно Иначе мы сами, собственно, ручно Спровоцируем разлив химикатов Вопросы есть? Да ладно, командир, мы что, тупые, что ли? Командир, все будет нормально Давай, и бочку давай, быстрее Осторожно, тут ступенька Куда крепим? Вот здесь нормально? Да Куда крепим? Ближе к полу Давай, поторапливайся Аккуратно! Значится так Пума, остаешься здесь Ждешь подкрепления Контролируешь все входы-выходы Есть Эль, там с внешней стороны есть лестница Поднимаешься наверх Есть Остальные За мной Тихо, тихо Это я, Паша В сторонку дойди Маугли, контролирую дальний вход Эльф на позиции Вижу злодеев Рысь, вижу злодеев Контролируем периметр Эльф Они крепят детонаторы к синим бочкам Судя по размеру Давай, аккуратно Вижу Привет, Лена! Ребят, наши внутри Буров просила кружить здание Рассредоточились Блокируйте вход А вы заходите со стороны проходной А мы Пума, оцепление готово ОМОН на месте Принято, начинаем Приготовились Стрелять только по команде Внимание Граждане злодеи Работает спецназ В случае сопротивления Приказано живыми вас не брать Ввиду особой опасности Ваших действий Сдавайтесь Минута на размышления Откуда здесь спецназ вдруг? Да пурга все это Наверное, охрана завода Скорее всего Если они ментов и вызвали То они не раньше, чем через час появятся Егор, жених Шуганите их Командир, надо бы немного поучить, мальчик Идите, заканчивайте Эльф, эльф, что они там делают? Я отсюда не вижу ни черта Эльф, почеши им за ушками У вас все готово? Последнее осталось Эльф принял Выбираю цель по ушастию Эльф, классный выстрел А кто? Граждане бандиты Кто еще хочет без ушей остаться? Семен, это реально спецназ Надо уходить и листоваться Да свадьба заживет, как на собаке Работать надо Какая работа? Я кровью истекаю Мне в больницу надо Надо уходить Там по цехам По плану коллектора По нему можно пройти Ладно, уходим Будем в коллекторе Взорвем тут все к чертовой матери Показывай дорогу Пошли, придурок! Я не могу идти У меня кровище Лети Я сдаюсь Тихо, бежим Стоять! Это куда мы собрались, а? Вот так Пошел, пошел Давай, свели лазу Давай, иди Стреляй Саш Саш Саш, я хотела сказать тебе спасибо Ну В общем, я Всем вам хотела сказать большое спасибо Всегда пожалуйста Не за что Ты что, мать, спятила? Оружием-то трясешь Да я просто пистолет достала А тут она подошла Паш, ну это был твой коронный выстрел Да, хороший будет жених Без уха Да ладно, я ему только мочку прострелил До свадьбы заживет Ага Вот как сейчас вижу эту свадьбу Так Вот В колонии строгого режима Я не понял Че ржем? Доброе утро Я не понял, че ржем? На свадьбу едем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова